Добрый день О курении, то да, таких привычек у меня нет А полежать на диване? Ну вот полежать на диване, да, вот есть такое Футбол посмотреть? Да, футболом не увлекаюсь, поэтому уж Ты не увлекаешься футболом, но я смотрю, у тебя в принципе и живота священнического нет Привычного нам Это что, фитнес? Ну, я думаю, во-первых, это возраст, все впереди А, ты еще молод? Да, то есть есть такое понятие солидный возраст И здесь, я думаю, не стоит делить людей на две группы Есть вот священники с большими животами А есть все остальные, у которых этих животов нет Вопрос времени Вопрос времени, да, возьмите любого 40-летнего, 50-летнего мужчину И у половины будет животик, да, круглый Просто у священника, наверное, он смотрится вот как-то Потому что черная одежда, подчеркивает фигуру Вот, и в первую очередь Я в ответе на этот вопрос, ты будешь властвоваться тем, что у тебя есть хороший бэкграунд спортивный А ты так, ты стыдишься того, что ты кандидат мастера спорта? Не, ну, это вторая причина, да, действительно, я спортом занимался и продолжаю заниматься И, ну, насколько это возможно, насколько позволяет время Поэтому, ну, привык просто держать себя в физической форме хорошей Может быть, еще поэтому Ты же, ну, боксер Ну, назовем вещи своими именами Ты боксер Ну, да, занимался в прошлом боксом Да, в прошлом, и кандидат мастера спорта То есть достаточно занимался очень, ну, серьезно Достаточно, да Тебя учили бить человека Ну Этого не хватает в жизни? Да, меня учили не бить человека, да, меня учили тому, чтобы не быть битым самому Вот А сейчас какие-то рефлексы еще сохранились, нет? Ну, сохранились, конечно Мышечная память сохраняется Пропадает что? Пропадает реакция Вот Как в боксе это называется Пропадает чувство дистанции Вот, скорость, сила Но Техническое исполнение, да, оно Сохраняется человеком Вот, навсегда Как говорится, мастерство Ну, не потеряешь его Мастерство А вот ты При всем при этом мастерстве Ты бы посоветовал, ну, молодому человеку, который Где-то на приход ходит Заниматься спортом Если ты видишь, что он недостаточно физически развит Ну, это одна из основных тем, на самом деле При общении с молодыми ребятами Когда приходит к тебе кто-то Ну, или на исповеди, или Так просто поговорить То сразу о чем Стараешься узнать у человека Где он учится? Вот На каком отделении учится? Какую профессию получает? Вот Если это школьник Читает ли он книги И, конечно, занимается ли он спортом Потому что Молодым людям Я стараюсь сразу же посоветовать Если он ничем не занимается Вот именно Физическим трудом Да Пойти и записаться в какую-нибудь секцию Не обязательно это Не обязательно букс Вот это может быть плавание Это может быть борьба Вот это могут быть лыжи Но Необходимо Чтобы человек занимался Давал какую-то физическую нагрузку в себя Почему? Ну, во-первых Это полезно для раздущего организма Это физкультура Все-таки Вот И Человек С молодого возраста Должен Приучать себя К тому, что Тело Требует Какой-то подзарядки Во-вторых Это воспитание Не только Как бы Не только накачивание мышц Это и внутренняя дисциплина Определенная Ну Вот Из личного опыта скажу Что После того, как начал заниматься В институте Обучаясь Боксом У меня сразу Наладилась учеба То есть Были определенные проблемы После того, как я Начал регулярно Заниматься Физическим трудом Вот Я смог дисциплинировать И учебную часть Своей жизни Вот Поэтому Все-таки Систематическое занятие Спортом Вот Не так, чтобы Раз в неделю Пришел в спортзал Да Или раз в две недели Вот Отметился для галочки Там Со штангой постоял А именно Систематическое занятие Каждый день Утром Вечером Или через день Оно благотворно влияет На других Сторонах Жизни человека А если это будет Не парень А девушка Ты бы тоже посоветовал Заниматься спортом Ну Для девушек Сам Бог велел Что говорится Девушка должна быть красива А спорт Ну понятно Что здесь Может быть Не идет речь О таких видах спорта Как бокс И борьба Фигурное катание Гимнастика Спортивная Художественная Так вот Такие виды спорта Для девушек Просто необходимы Девушка должна быть Красивая Она должна быть Высокой Стремиться к этому Стремиться Потому что Стройная Стройная Да Мы сейчас не о девушке Мы сейчас о спорте Ну плюс опять же Это воспитывает Определенные черты характера То есть человек Научается Ставить цель Достигать ее Преодолевать себя Вот преодолевать Какие-то трудности Внешние Внутренние Вот и в дальнейшем Конечно В жизни человек Это может помочь Ну смотри Вот ты опять-таки Ты все время спорт Сводишь к некому Ну физическому воспитанию Которое у тебя Соседствует С внутренним воспитанием А если говорить о спорте Вот прям ну как О рафинированном Каком-то спорте То есть о спорте Высоких достижений Может быть это не Олимпийское Ну там Золото Или там Участие в олимпийском движении Но вот чуть пониже Там Какие-нибудь Чемпионаты России И так далее К этому Какое отношение Ну ты был где-то рядом Ну я думаю Что здесь человек Всегда должен понимать На что он идет Вот и чего он может лишиться Дело в том Что мой тренер Ну полущутя конечно Но говорил иногда так Что спорт он до первого разряда До кандидата в мастера спорта А дальше уже идут степени травматизма Вот конечно Может быть в каком-то смысле Это шутка Но в этой шутке Есть и доля правды Очень горькой правды Потому что Занимаясь такими Скажем так Видами спорта Как единоборство Вот человек действительно Может получать Серьезные травмы Вот и в результате этого Страдать потом всю жизнь В спорт он уже пойти не может Здоровья нет И поэтому любой человек Который становится Вот на эту стезю Он должен всегда понимать Что желая приобрести все Он в итоге может все и потерять Вот поэтому Ну на мой взгляд Опять же это личное мое мнение Хорошо бы человеку Систематически заниматься спортом В молодом возрасте Достичь какого-то уровня Уровня первого взряда взрослого Или уровня кандидата в мастера спорта И безусловно Это его сформирует Вот как личность Да, мужчину сформирует как мужчину Вот и любого человека Сформирует как человека Который умеет ставить задачу Который умеет достигать Цель преодолевая трудности Преодолевая себя Вот и дальше все это Ему поможет в жизни Вот дальше человек может Уже посвятить себя полностью Учебе в университете Получению профессии Вот ну созданию семьи Ну и так далее Спорт как некий Как некий стартап Да, то есть как некая Такая стартовая площадка Которая очень гармонично Поможет человеку развить Те или иные черты Вот и физической Своей составляющей И душевной Вот, а все остальное Человек уже сможет добрать Самостоятельно Спасибо В разговорах на ты Был священник Дмитрий Борицкий И со своим отношением к спорту До встречи Был священник Дмитрий Борицкий